Приветствую всех зрителей! В игре DCS World вышел новый модуль в ранний доступ, а это самолет F-18C. Первый палубный самолет за блок НАТО. И в сегодняшнем видео посмотрим, собственно, на данный самолет и произведем процедуру запуска. Также внешне, как всегда, модели DCS выглядят замечательно. Это знаменитый камуфляж «Голубые ангелы» и, собственно, кабина изнутри тоже смотрится замечательно. Графическая составляющая, как всегда, как по интерьеру, так и по экстерьеру, в общем-то, в данной игре претензий нет. Ну и чтобы не затягивать долгий ящик, будем начинать процедуру запуска. Кстати, на фоне, как всегда, новой карты персидский залив. Итак, с чего у нас начинается процедура запуска? В первую очередь, конечно же, мы подаем питание. Включаем тумблер батареи в положение вверх, проверяем, чтобы данные тумблеры также были в переднем положении, и далее проводим тест пожарной системы оба контура. У нас есть два контура, контур А и контур Б. Сначала зажимаем, держим тумблер в переднем положении для того, чтобы произвести тест контура А. Слышим, как происходит тест голосовой системы. Сейчас я чуть-чуть умолкаю, чтобы вы услышали. На заднем фоне есть звуки, и после того, как они прекращаются, эти звуки, ждем 10 секунд, после этого можно начинать тестирование контура Б. Собственно, контур А протестирован, тишина, я отпускаю тумблер, ждем 10 секунд, и сейчас начнем тестировать второй контур. Например, я сейчас сделаю чуть-чуть дальше камеру, для того, чтобы было видно, что помимо звуков также будет загораться индикация пожарной системы. Итак, начинаем тест контура Б. Видим, загорелись сигнальные лампы пожарной системы, и, собственно, ждем, когда закончится тестирование контура Б. Все, тест закончился, и, в общем-то, можем теперь начинать запускать вспомогательную силовую установку. Запускается она этим тумблером, переводим в положение ON, и, собственно, ждем загорания зеленого индикатора, который будет свидетельствовать о том, что вспомогательная силовая установка у нас запущена. Пока она запускается, вот здесь находится переключатель открывания и закрывания кабины. Собственно, давайте закроем кабину, чтобы звуки нам не мешали в дальнейшем запуске. Все, кабина у нас закрыта, и как раз вспомогательная силовая установка у нас уже запустилась. Начинается запуск самолета с правого двигателя, потому что к нему подключена гидросистема тормозов, хотя можно запускать и первый левый двигатель, но обычно считается стандартным запуском начала с правого двигателя. Вот здесь у нас панель параметров двигателя, обороты, температура, потребление топлива, давление масла и угол створок двигателя. Итак, будем следить за параметрами двигателя при запуске по этому таблу. Перевожу данный переключатель в положение R, то бишь правый двигатель, и начинаем следить за оборотами двигателя. Как только они достигнут 20%, нам необходимо рут перевести из положения idle в положение малого газа. Это осуществляется кнопкой правый shift плюс home для правого двигателя. Соответственно, рычаг перевели, и ждем, когда обороты перевалят за 60%, значит, это уже двигатель запустился, и где-то они должны стабилизироваться в районе 65%. Собственно, обороты растут, и двигатель уже вышел в положение малого газа. Когда мы проводили тест пожарной системы, пожарная система при тестировании перекрыла подачу воздуха в кабину, и поэтому нам надо снова ее открыть. Для этого мы берем вот эту крутилку GLED-Air и проворачиваем по часовой стрелке на 360 градусов. Так, раз, 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 все. Провернули по часовой на 360 градусов, и снова открыли подачу кислорода в кабине. Собственно, дальше включаем наши многофункциональные дисплеи, левый, правый и центральный. Центральный включается крутилочка, и также включаем наш МФД. Вот она крутилка МФД, ой, МФД Илса. И, собственно, включаем наш индикатор на лобовом стекле. На левом дисплее выбираем страницу FCS, это система нашего самолета, и, собственно, вот у нас отображение. Здесь цифра мне показывает положение наших органов управления. Дальше мы видим, у нас горит индикатор предупреждения. Первый раз, когда мы его нажимаем, происходит система, понимает, что мы увидели, что у нас есть какие-то ошибки. И если мы нажимаем второй раз, то внизу на этом дисплее появится расширенное предупреждение об ошибках. Высветятся те ошибки, которые, собственно, у нас есть. Дальше необходимо поставить крутилку навигационной системы в положение выставления навигационной системы на земле, то есть положение Ground. Ставим, и пока наша навигационная система будет, соответственно, производить выставление. Теперь можем запустить и левый двигатель. Для этого, собственно, мы переводим данный переключатель в положение Left и следим за ростом оборота левого двигателя. Как только достигает 20%, зажимаем правый Alt плюс Home, и, соответственно, левый рут у нас также переходит из положения Idle в положение малого газа. После того, как оба двигателя будут запущены, вспомогательная силовая остановка в течение минуты сама автоматически отключится, что надо проконтролировать тем, что должна погаснуть данная зеленая лампа. Пока у нас самолет не был запущен, не было давления гидросистемы, видим крестиками. Это означает, что какие-то ошибки по положению наших управляющих плоскостей, соответственно, необходимо сбросить эти ошибки. Для этого у нас есть кнопка FCS Reset. Мы нажимаем, и, собственно, происходит сброс данных ошибок. Далее включаем подачу кислорода, переводим радар в положение Operate для подготовки его к работе в воздухе. В положение Operate, и, собственно, переводим закрылки в положение Auto. Есть закрылки, Auto. Дальше необходимо провести, собственно, тест всей системы FCS. Сейчас переходим, нажимаем вот эту кнопочку для перехода на страницу FCS, и, собственно, видим, что у нас не все 4 пункта находятся в положении Go, поэтому нам надо запустить тест. Сейчас, когда я буду запускать тест, на вот этом МФД будут меняться циферки, и, собственно, наши все плоскости будут двигаться, происходить тестирование. Есть у нас вот такой вот тумблер FCS Bit Switch. Мы его переводим в верхнее положение, и зажимаем в таком положении, и нажимаем кнопочку FCS. Соответственно, должно было начать тестирование. Видимо, я его слишком рано отпустил. Сейчас попробуем еще раз. Так, и, собственно, FCS. Ага, вот все пошло. InTest. Видим, меняются цифры, и, собственно, мы можем посмотреть, что двигаются наши управляющие плоскости, соответственно, проходит тестирование. Как только оно закончится, везде все четыре, собственно, надписи должны быть Go. Все, есть Go. Система FCS прошла тестирование. Дальше настраиваем громкость радио. Первая и вторая радиостанция на нужный вам, собственно, уровень. Ставим триммер, нажимая вот эту кнопочку в обзалетное положение триммера. И после этого проводим включение всех вспомогательных приборов, таких как резервный горизонт, собственно, разориентируемый. Выставляем его. Также выставляем давление на аэродроме. Это вспомогательный барометрический высотомер. Выставляем так, чтобы стрелочка примерно находилась на нуле. И, собственно, радиовысотомер. Также выставляем высоту срабатывания предупреждения на высотомере. Обычно по умолчанию на 200 ставим. Собственно, вспомогательные приборы готовы. Также можно включить отображение высоты. Барометрическая либо радиовысотомера. Более на низких высотах точный радиовысотомер. Так что переводим в нижнее. Положение перед взлетом закрылки приводится в положение half. Это половинка. И, собственно, надо перевести в положение nav нашу навигационную систему. Включаем навигационную систему в положение nav после того, как совершено выставление. Собственно, самолет у нас готов к взлету, если мы находимся, точнее, к рулению или взлету, в зависимости от того, где мы находимся. Какие еще тут тумблеры, рычаги и так далее нам могут понадобиться? Во-первых, управление носовым колесом, как и на других американских самолетах, осуществляется при помощи педалей. Но изначально угол поворота носового колеса при помощи педалей не очень большой. И для того, чтобы рулить в системенных условиях или на авианосце, зажимаем кнопочку S английскую. И, соответственно, видим, что угол поворота носового колеса сразу же становится намного больше. Поэтому, в зависимости от того, насколько вам резко и круто надо маневрировать, либо просто при помощи педалей плавное подруливание, либо при помощи кнопки S осуществляется достаточно бодрое и резкое маневрирование. Собственно, какие еще тут переключатели могут понадобиться? Данный тумблер отвечает за выпуск заправочной штанги, выпуск или уборка. Давайте сейчас сделаем выпуск. Заправочная штанга у нас находится в носовой части, вот она выпустилась. И, собственно, вниз убираем нашу заправочную штангу. Для взлета с авианосца нам необходимо на носовом колесе опустить крюк, который зацепится за паровую катапульту. Это осуществляется при помощи вот этого тумблера. Переводим его в нижнее положение и видим, хоп, ключ опустился, зацепился за паровую катапульту вверх. Крюк убирается. Посадочный гак у нас выпускается при помощи данного рычага. Собственно, видим, опустился посадочный гак. Освещение не всегда хорошо видно, но посадочный гак действует. Вот эта вот штучка отвечает за складывание крыльев. Мы ее тянем на себя, вот так вот. И потом при помощи, собственно, мыши переводим в нужное положение наши крылья, как мы хотим, чтобы они были сложны. И начинается процесс складывания крыльев. Ну и потом возвращаем назад и, собственно, контрим для того, чтобы случайно не зацепить его время полета. Таким вот образом складываются крылья. Данный рычажок за, собственно, катапульту отвечает, чтобы привести ее в готовое положение. Данный рычажок у нас отвечает за ремни. Притягивает ремни и приводит их уже в положение для полета. Ну и, собственно, если вы сейчас начнете добавлять газ, то вы увидите, что самолет не движется, потому что у нас есть еще стояночный тормоз. Мы его ручку вот так вот поворачиваем и, собственно, снимаем самолет со стояночного тормоза. Теперь уже, если мы начинаем увеличивать обороты двигателя, то, собственно, самолет начнет движение. Ну, вот так вот выглядит процедура запуска на данном самолете. Из вооружения пока что модуль находится еще в разработке. Доступно только неуправляемое вооружение, то есть ракеты, пушка и бомбы. И в следующих видео рассмотрим боевое применение данного самолета пока что с доступным нам вооружением.